Центр притяжения. В Каратузском районе, в таежной глубинке, появился новый спортивный зал. Мы очень рады, что сможем играть в такие виды спорта, как баскетбол, волейбол. Мы не могли себе этого позволить, потому что играли в подвале, можно так сказать. Чайная церемония, восточная письменность и основы кунг-фу. С какими еще обычаями и традициями познакомились жители Канска на дне китайской культуры? Подзначение по китайским ерогрифам. Ерогриф – это гэн, это обычно дверь. Это дверь. Сы – это тоже похоже на славу. История о любви и разлуке. На сцене Железногорского театра «Опереты» вновь поставили легендарную и всеми любимую «Юнону и Авось». Отдаленные не значит, что обделенные. В Каратузском районе в Таежной глубинке в селе Таят и благодаря нацпроекту образования в местной школе появился новый современный спортивный зал. Вот так с гимнастики начинаются уроки физкультуры в обновленном спортзале. Для школы в Таежной глубинке это целое событие. Все новое – от пола до потолка. И если театр начинается с вешалки, то спортзал с раздевалки. Будут и дети заниматься, и взрослые. У нас деревня так-то спортивная, много желающих поиграть и в волейбол, и в баскетбол. Не имея зала своего, мы, конечно, выезжали и в Курят, договаривались в одно время даже еженедельно по воскресеньям. В школе обучается почти 70 школьников. По проекту спортивного зала просто не было предусмотрено. Уроки физкультуры проводили в приспособленном помещении в темном и душном подвале. Воспитанники говорят, зимой старались больше бегать на лыжах, а осенью гоняли хоккей на открытой площадке. А вот поиграть в волейбол или баскетбол была проблема. Мы очень рады, что сможем играть в такие виды спорта, как баскетбол, волейбол. Мы не могли себе этого позволить, потому что играли в подвале, можно так сказать. В маленькой комнатушке неудобно было играть. Грали три на три, но все равно тренировались. Модульный спортзал построили в рамках нацпроекта «Образование». Возвели его за год. Современное здание соединено со школой теплым переходом. Педагоги говорят, это отличный подарок к Новому году для всех жителей села. Замечательное событие в нашей жизни, спортивной. Потому что будет теперь, где проводить соревнования. И вообще детям не ютиться в маленьком спортзале, темненьком, душненьком, а в таком большом помещении. Это просто замечательно. Сегодня я, например, увидела первый раз, как мой сын выступал в показательных выступлениях в карате. До этого просто не было такой возможности даже посмотреть, что он делает. Местный уверенный школьный спортзал станет настоящим спортивным центром села. Это новый виток для развития спорта в Таятах. У нас достаточное количество комплексных спортивных площадок, спортивных залов. У нас в планах ремонт качественный с душевыми раздевалками в Каратурской базовой школе, спортивного зала по линии Министерства образования. То есть планы есть и существенно вот такие программы, инфраструктуру спортивных муниципалитетов развивают. Новые возможности школьного зала стараются использовать по максимуму. Спортивная жизнь кипит здесь целый день и без выходных. В следующем году в крае по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье» и «Городская среда» благоустроят 34 общественных пространства и отремонтируют 116 дворовых территорий. Общая сумма финансирования составит больше 850 миллионов рублей. В Красноярске преобразятся 8 объектов. По одному в Девногорске, Дудинке, Ужури, Сосновоборске и Железногорске. Для каждого объекта, который будет благоустроен в следующем году, сделана и эскизная, и рабочая документация. Сейчас идет отбор подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ. Жители Норильска скоро поймут, чем они дышат. Впервые за всю историю северного города там начинает работать передвижная эколаборатория. Спецавтомобиль создан на базе КАМАЗа и рассчитан на бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера. Лаборатория может выявить до 30 веществ, загрязняющих воздух. Половину из них определят в режиме реального времени. К примеру, подъехав к любому заводу, сделав замеры и сразу увидев показатели концентрации загрязнения. Передвижную лабораторию создали в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Края. Тестовые замеры начнут проводить уже в январе 2022 года. Сложности иероглифов не в их количестве и даже не в том, что они могут иметь несколько значений, а скорее в технике их нанесения. Мастера каллиграфии из Поднебесной отмечают освоить китайскую письменность под силу только очень упорному ученику. «Почти каждый китайцы с детства уже занимался карлиграфией, потому что они считают красивое лицо неважнее, а как пишут красиво – самое важное. Поэтому я с детства уже узнала, хотя бы ты не красивое лицо, но ничего не страшного, хорошо пишешь. Мой дед всегда так сказал». Как оказалось, не только имена в китайском письме имеют интересные значения, но даже привычное для нас слово «канск» в руках каллиграфа раскрывается по-иному. «Можно теперь узнать о значении. Думаю, многим будет интересно, что значит это слово именно «канск». «Канск». «Познатение по китайским иерогрифам. Иерогриф – это «кан», это обычно как дверь. «Сы» – это тоже похоже на славу, это изящий человек, это обычно изящие качества. «Канск» – это обычно крам. «Крам», как пояснила мастер, значит тяжело легче, что по мнению восточных гостей весьма подходит нашему городу. Нужно сказать, участники мастер-класса узнали очень много и о себе. «Узнали, что в китайской каллиграфии имеется более тысячи всяких иероглифов, и каждый из них значит разную букву. Также узнали, что когда пишут имена, каждый иероглиф что-то значит. Например, мое слово «Виктория», слог «ви» означает «связь», «связь с чем-то». А на традиционной чайной церемонии студенты педагогического колледжа смогли на себе испытать целебные свойства древних напитков и всю таинственность ритуала. Начинается церемония с беседы, а в основе чаев – различные травы. «Китайская медицина лечит причину болезни. Если не убрать причину, да, вам дадут капли, что-то там туда-сюда, на пару дней, недель, там, может, месяц, а что-то пройдет. Но причина не убрана, и потом это все опять будет». Отдельным блоком программы стали национальные игры Китая. Среди них много настольных, где важна стратегия. Кунг-фу стало отличным поводом размяться. Правда, применять такие знания в качестве оружия, говорят мастера, признак поражения. Поэтому навыки ведения боя не стараются использовать в мирных целях. «Приходилось применять только на ранних стадиях, совсем, может быть, пару раз. Потому что, ну, как говорят китайские философы, и вообще, в принципе, не только китайские, то есть выигранным считается бой тот, которого не было. Кунг-фу – это традиция настолько глубокая, что там не только боевое искусство, там это целая философия». Познакомиться с культурой чужой страны без соприкосновения с ее языком просто невозможно. Поэтому для участников фестиваля провели целый семинар на эту тему. Ведь есть вероятность, что в будущем изучать китайский язык в Канске можно будет профессионально. Если пилотный проект окажется успешным, то в будущем студенты из Канска смогут не только в качестве туристов посещать Китай, но и также проходить там обучение. Студенты, которые проходят обучение в Институте Конфуции, имеют шанс, имеют возможность поступить в любой из университетов или учебных заведений Китая. И если они выигрывают грант, а это зависит от их успеваемости, от их участия в различных наших мероприятиях, конференциях, потому что это научно-образовательный центр, то студенты могут бесплатно обучаться в университетах на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Под занавес фестиваля «Танцы и общение» гости исполнили свои народные танцы, в которых каждое движение очень плавное и легкое. Студенты присоединились к выступающим и уже сами попробовали попасть в столь непривычный для себя ритм. «Услышь меня, Родина! И летят покойники, и планеты по небу кто-нибудь! Услышь меня! Услышь меня, кто-нибудь!» Во Дворце культуры вновь произведение Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского, рок-опера «Юмона и Авось». Это самый популярный спектакль в репертуаре нашего театра «Опереты». Его ставят почти 15 лет с 2006 года. Актеры «Опереты» рассказывают железногорскому зрителю реальную и трагическую историю любви русского путешественника Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Марии Кончиты Аргуэлло де ла Консепцион. «Услышь меня, Родина! Но все-таки не мог профессия ждать древней, чем убивать!» Эта история близка любому красноярцу. Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом прибывают в Калифорнию, где капитан Брига «Авось» русский граф Николай Рязанов полюбил местную красавицу Марию, дочь коменданта крепости Сан-Франциско. Любовь графа и молодой испанки вызвала ревность и ненависть влюбленного в нее соперника. Срочный отъезд Рязанова на родину разлучил влюбленных. Православный россиянин несколько лет добивался разрешения на брак с испанской католичкой, но так и не добился. Граф умер под Красноярском, и на площади мира стоит памятник командору. А Мария прождала его 35 лет, до тех пор, пока не получила достоверных сведений о его смерти, после чего дала обет молчания и удалилась в монастырь. Текст поэмы многие поклонники рок-оперы «Емуна и Авось» знают чуть ли не наизусть, и тем интереснее следить за его исполнением и игрой актеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова